Вода 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 отбор проб воды в населенном пункте и подробно ее исследуют, чтобы выяснить ее особенности и понять, как максимально эффективно ее очищать. Снаружи станция выглядит достаточно просто. Это голубой бокс площадью 10 квадратных метров. Внаружи выходит только кран и кнопка для подачи чистой воды. Кстати, как говорят создатели станции, кнопка – чуть ли не самый ответственный элемент. Она ежедневно сталкивается с вольным обращением тех, кто приходит к станции за водой. А вот начинка станция очень разнообразная. Несмотря на то, что вода в каждой деревне или поселке со своими особенностями, три года работы показали. Станция должна быть во все оружие, то есть в самой полной комплектации. Сначала станция очищает воду от крупных примесей. Его основная задача – задержать весь песок, который попадает вместе с водой из скважины. Затем вода проходит стадию аэрации, где вода насыщается кислородом. Если состав у воды сложный, то система дозирования добавляет реагенты в бакреактор. Затем локфильтрация и ультрафиолетовое обеззараживание. Сейчас в станциях используются четыре вида фильтров. Первые два ответственны за основную очистку. Они удаляют железо и марганец из воды. Это, кстати, главная проблема воды в Томском регионе. Третий фильтр на любой станции из текущего года – это система умягчения воды. Его основная задача – снизить жесткость воды до показателей, приемлемых по сампину. Четвертый фильтр угольный. Его задача – сделать воду приятной для питья. Все фильтры в станции физически. Только для сложных органических загрязнений частично используются химические реагенты, иначе органику просто не удалить. Техническим обслуживанием станции также занимаются политехники. Ежедневно каждая станция сама себя диагностирует и автоматически присылает отчеты о своем состоянии. Если что-то идет не так, уведомления приходят технической службе в ТПУ и администрации населенных пунктов. То, что станции востребованы, показывает объем воды, который потребляют местные жители. В среднем из станций, установленных в 2017 году, люди разобрали уже около 500-600 кубометров воды. И станции, установленные в 2018, уже подходят к этим цифрам. Всего за первые два года действия программы в районах Томской области заработали 117 водоочистных станций. Они дали доступ к чистой питьевой воде 85 тысячам сельских жителей. В 2019 году планируется собрать еще 22 станции по программе.